Деликатес в панцире. В Беларуси строят первую в стране частную улиточную ферму. Семейный бизнес может стать серьезным прецедентом и для развития частной инициативы в районах, о которых говорится на высшем уровне. И в то же время диверсифицировать пищевой экспорт Беларуси. Подробности уникального бизнес-проекта у Дмитрия Смирнова. Мне заказывает шеф-повар именно какими травами прокормить. Укропом там, либо шпинатом, либо капустой, либо яблочный вкус придать. Это все делается по заказу. Между прочим, эти заказы чаще всего звучат на французском или английском языках. Владимир вместе с женой Виктория поставили амбициозную, но по их словам реальную задачу. Продавать белорусских улиток в рестораны с мишленовскими звездами. Три года назад, переехав из Донецкой области сюда, в Карелический район, супруги купили деревенский домик. Как гласит семейная легенда, проползающая мимо улитка. Сама подсказала бизнес-идею. До того дня деликатес Виктория с мужем пробовали только в своем путешествии по Франции. На дорогах машины ездят, я их собирал, получал от них потомство, чтобы вывести более поколение такое одомашненное. Здесь, конечно, не крупнорогатый скот, но ферма настоящая и хлопот стадо улиток доставляет не меньше. Их тут висит почти три тонны. Все четко по расписанию. Вдобавок моллюсков надо прятать от жары и еще поливать. Диета белорусских улиток сбалансирована и насыщена минералами. Несмотря на размер, они оказываются прожорливы. В пропорции соблюдаются горох, кукуруза, ячмень, кальций, минеральные вещества, которые необходимы для формирования панциря. По вечерам, когда дождливая погода и зелень, слышно такое чавкание. Улиточная ферма Владимира и Виктории – первый подобный частный проект в Беларуси. И начинался он не на пустом месте. Изучение спроса зарубежного опыта во Франции, Германии, Испании и Польше и, безусловно, анализ рынка. В среднем килограмм виноградной улитки в Беларуси стоит порядка 10 рублей. Готовое блюдо в отечественном ресторане уже 25. В Европе шеф-повар попросит за деликатесный заказ около 30 евро. Эти несколько фермерских рядов – серьезный экспортный потенциал. Доля рынка живой, непереработанной улитки только в Европе составляет сегодня 30%. Еще 40 дают азиатские рестораны. Владимир намерен расширять свое улиточное стадо. Фермер уже приобрел порядка тысячи квадратных метров под склады и будущие плантации моллюсков. Главное, чего ему сегодня не хватает – унифицированная система фитосанитарных разрешений, чтобы проще и быстрее экспортировать продукт в Евросоюз. Раньше живых улиток из страны еще никто не вывозил и норма не сформирована. Возможно, это еще одна тема, над которой стоит подумать в специальной группе по либерализации малого бизнеса. Хотелось бы, конечно, помощи со стороны государства, конечно, субсидий каких-то небольших хотя бы для начала, для старта. Построить ангары, чтобы все это легче и, соответственно, больше объем был. Это окупится в разы через два года, это 100%. Кстати, улиток готовы покупать не только рестораны со звездами Мишле, но и косметические салоны. Виктория на личном опыте убедилась, что муцин улиток, так называемый экстракт – перспективное направление для косметического бизнеса. Хорошо разглаживает кожу, подтягивается, увлажняется. Я практически не пользуюсь никакой косметикой. Вечером мне достаточно, чтобы улитки поползали по лицу. И я чувствую хорошо увлажненную кожу. То есть мне не нужны никакие ни крема, ни маски, ничего абсолютно. Пока улитки мирно пасутся, фермеры ищут покупателей, преимущественно через интернет. И, кстати, первая партия белорусских моллюсков окажется в меню французских и бельгийских ресторанов уже этой осенью. Дмитрий Смирнов, Виктор Бака, агентство теленовостей, Карелический район.